всем привет давайте сегодня посмотрим как создать свой вид небо который будет над головой персонажа стандартный так скажем вид уже большинство заколебал и они хотят создать что-то свое сделать это не совсем легко ну и ну как сделать качественно это не совсем легко вообще сделать легко давайте посмотрим для начала нам необходимо вообще сама текстура которая будет накладываться вот на это все для этого мы выйдем в интернет и наберем нашем поиске sky hdr но если вы хотите небо что-то подобное в общем нам нужно hdr текстура какая-то что вы будете накладывать зайдем на самый первый попавшийся сайт и здесь у нас очень много всяких видов картинок так скажем наши hdr сферы то есть ну давайте вот это что-то возьмем нажимаем скачать вот такие вот облака там будет вокруг нас большие но мне кажется это нормально я уже здесь предварительно скачала несколько штук ну и нес и посмотрите что у него формат и xr но к сожалению нам надо именно hdr для этого нам нужен будет конвертер конвертировать вы можете любым из этих конверторов я прям выбираю 1 и мы попадаем получается на выбор делаем тоже которую скачали мы xr до нажимаем открыть нажимаем hdr конвертировать и сейчас у нас будет загружена она все но кроме того что вы можете скачать вот такие вот картинки да уже готовые hdr и вы можете просто набрать какие-то image hdr да то есть и у вас уже будут что-то подобное здесь еще не совсем hdr конечно это какие-то аналоги но я думаю что есть подобные вы найдете что можно будет поставить также вот уже существует бесплатные hdr и то есть уже готовые скорее всего уже с формате который нам нужен так но это мы будем не будем смотреть так он у нас сконвертировался мы его скачиваем сейчас он закончится и мы его сюда импортируем и теперь мы выбираем наш hdr почему его потому что если мы будем экспортировать xr xr тогда у нас получится текстура а если мы будем hdr экспортировать то у нас текстурный куб да то есть как раз то что нам будет необходимо давайте из этого из этой текстуры мы создадим сейчас материал но предварительным настроем нам необходимо изменить так скажем миппинг новыми map то есть чтобы у нас не изменял его но так вот у меня чуть-чуть притупляется когда мы это ставим также мы можем изменить текстурную группу пусть этого у нас будет skybox ну и компрессия если он у вас слишком как-то компрессит вы можете также изменить на юзер интерфейс туди он будет более четче ну и также смотрите чтобы ваше изображение было намного больше по разрешению вот если мы наведем на нашу текстуру 1898 на 949 но это как-то так слабенько можно было и побольше то есть и давайте сохраняем закрываем нажимаем правую кашу на текстуру юб и создаем материал крик материал давайте назовем его как-нибудь sky mountains да и так далее теперь зайдем сам материал здесь нам необходимо уже настраивать сам материальчик во первых мы возьмем отсоединим нашу текстуру вот она есть здесь просто пока не отображается выделим наш материал мы изменим шейтинг модель на анрит и как раз таки будем подсоединять ргб в эмиссии кала также вы можете конечно чуть-чуть сделать изменение да то есть поставить сюда мультиплайн и регулировать вот этим значением но это мы посмотрим чуть позже то есть вы будете регулировать именно свечение данной текстуры так скажем на небе что нам необходимо нам нужно ювишечка чтобы мы ее могли по сути отображать для этого нужен reflection вектор вес то есть у нас общее мировой на вот у нас сразу прогрузилась но и сюда мы давайте подадим получается вектор для этого мы подаем сюда констант при вектор то есть три век век вектора x y z по сути то есть наша сеточку 3 плоскостях и нажимаем apply все наш материал готов давайте попробуем применить его выделяем нашу sky сферу который стоит на стандартном уровне вот которые нам дает андрей от третьего лица выделяем sky сферу здесь есть у нас вот материал элемент на симпульской да но мы его будем менять на нашу и как видите у нас все изменилось если мы отменим но у нас чуть другой материал подгрузился мы можем сразу видеть почему у нас вот здесь темнота но это уже у нас играет так скажем роль high fog вот вы можете подкорректировать его fog density и здесь естественно тоже если вам необходимо чуть ниже опустить это все и вот у нас получается как будто бы море почти также у нас имеется облака это волю метри клауд но если они вам нужны большая часть и всегда их удаляю потому что вот у нас уже есть на нашей так скажем на нашей текстуре уже облака принципе даже приемлемые давайте запустим от персонажика и посмотрим вполне достойно можно как говорится брать на вооружение также мы можем подгружать сюда и как я сказал любые изображения но если они у вас будет более-менее подходить в данном случае я загружаю изображение не очень подходящая видите у меня написано текстура то есть если я в этот материал поставим данную текстуру посмотрим как она будет работать видите у нас сразу выдает ошибку то есть если мы были если мы экспортируем и xr она у нас также выдаст ошибку из-за этого мы переводим ее в hdr давайте попробуем загрузить не текстуру загрузим уже hdr это и текстура так она у нас уже готова я уже предварительно сделал вот она зайдем здесь также мы изменяем мипмап skybox пусть будет юзер интерфейс туди и поставим ее сюда и у нас уже показывает отображение до качество текстуры не особо хорошее но мы уже получаем так скажем свое изображение но и как видите вот здесь у нас уже получается линия но для этого необходимо нашу текстуру получается делать бесшовный для этого вы прогружаете ее нельзя какой-нибудь photoshop и затираете со сдвигом даже данную текстуру и вот так вот получается также можете использовать на как говорится космические полеты свой космос то же самое вы можете набрать в поиске космос hdr я думаю что тоже можно найти ну или даже вот в этих изображениях вполне достойные можно скачать вот данная текстура прям очень похожи на космос и как видите таким изгибом это означает что она более менее похоже на hdr то есть она такая чуть-чуть смята если мы откроем давайте сохранить пнг да можем скачать быстренько переходим наш конвертер за место xr мы набираем пнг потому что мы его скачали выбираем файл выбираем этот так делаем конвертирование скачиваем давай скачать скачиваем так сохранить заходим сюда импортируем нашу hdr к настраиваем быстренько наше значение сохраняем получается выделяем заходим материал ставим его сюда применяем и у нас вокруг космос и как видите да она немножко такая светлая это можно изменить зайдя в самом получается текстура вы можете брать нас подкрутить чуть-чуть если вам необходимость есть да она чуть темнее станет здесь ну и соответственно здесь она тоже должна стать темнее но из-за того что я сделал мультиплей да вот данный давайте без него подключим так ну и у нас очень важную роль играет скорее всего хайфок или нет давайте sky атмосферу удалим да вот sky атмосфера очень важный роль играет то есть если у вас какие-то изменения некорректные да то есть вы и так и так пытаетесь что-то сделать но sky сфера вам может повредить а на этом все в общем здесь есть ругается да давайте по сути если мы удаляем отсюда sky сферу sky атмосфер так можно наверное подкорректировать какие-то значения но я еще этим не баловался возможно так скорее всего можно здесь подкорректировать надо просто необходимое значение параметра найти здесь радиус мы естественно крутить не будем в данном случае просто sky атмосферу мы удаляем и у нас получается как раз таки то текстуры которые нам необходимо давайте подключим мультиплайн насколько он будет влиять но темнее да темнее то есть естественно вот это у нас будет если мы выставим 3 он прям будет ярко светить там где как раз таки светит да как вы видите ну а на этом все до скорой встречи всем пока